Девушки отдыхают Вроде бы всё идёт своим чередом и в своём промежутке времени, но тогда невольно встаёт вопрос. Игра по фильму? Серьёзно? Как старые добрые? Ладно, хватит говорить загадками. Всем привет и с вами, как всегда, канал Игровая Каналья с новым выпуском постоянной рубрики «Слухи и факты», а на же Сив по игре «Джуманджи The Video Game». Вообще, как оказалось, анонс данной игры в принципе-то не новость. Разрабы из студии FanSoul совместно с издателями Outright Games уже какое-то время назад представили эту игру. Сейчас вышел лишь трейлер, который особо-то ничего и не показывал, кроме графона. И вот ведь мы все понимаем, для чего выходят подобные игры, не так ли? Если что, намекнём. В декабре выходит фильм «Джуманджи. Новый уровень». Третий фильм во вселенной «Джуманджи». Да, вы совершенно правы, выходят такие игры, как правило, под самый релиз фильма или вскоре после него, чтобы либо разогреть интерес публики перед грядущим блокбастером, либо наоборот, чуть-чуть продлить, поддержать его после выхода фильма и на волне хайпа вокруг франшизы втюхнуть и, как водится, за не сильно дорого любой кривущий кусок дурнопахнущего дерьма. Да. Подобной практикой многие студии довольно сильно грешили в конце нулевых и начале десятых годов этого века. Не, конечно, подобное было и раньше, и сейчас такое есть, но тогда игры выходили прям практически по любой более-менее адекватной и приносящей деньги франшизе. Будет ли относиться «Джуманджи. Де Видеогейм» к вышеописанной категории говна или всё же предстанет перед нами чем-то играбельным и интересным? Ну, сейчас вряд ли мы с вами в этом разберёмся, хотя попробуем. Пока можно судить только по тем крупицам инфы, что есть в инете, а их очень мало, хоть релизы, вот, практически уже через пару месяцев. Мы с вами просто соберём все слухи и факты о проекте и будем держать кулачки за то, чтобы в эту игру хотя бы было весело играть. Итак, что мы знаем о проекте на данный момент? Игра выполнена по стопроцентной лицензии, а это значит, что на экране мы увидим и блистательного Джека Блэка, и обворожительную Карен Гиллан, и могучего Двейна Джонсона, и... Как его, блин, Кевина Харта, что ли? Э, алло, ты чё, Кевина Харта не знаешь, что ли? Да господи, я бы... Чё ты там мямблишь? Кого? Что значит актёришка какой-то? Ты знаешь вообще... Ой, слушай, между прочим, он тут на машине чуть не разбился. Приви хотя бы, ну, капельку уважения и сочувствия, а? Да... Ай, ладно. Простите, пожалуйста, моего несведущего коллегу. Ой-ой-ой-ой, что вы, что вы. Сам, небось, ничего о нём не знаешь, а тут... Ну, и, конечно, примерите на себя их экранные образы. Доктора Брейвстоуна, профессора Аберона, Руби и Мось. И вот тут переходим к самому интересному. Во-первых, четыре играбельных персонажа. Отличаются ли они как-то по игровым механикам, пока не ясно. Хотя, скорее всего, да. Ну, судя хотя бы по их телосложению. А во-вторых, это то самое, что может реально затащить игру. Кооператив. Как вы понимаете, кооператив аж на четверых. По одному дружбану на каждого из героев. Играть можно будет, если верить Стиму. А в Стиме игра уже есть. Как по обычному мультиплееру через Энет, так и по локальной сети на одном, внимание, компе посредством сплитскрин. Ну, то есть, ваш экран делится на четыре части, и вы, сидя рядом со своими друзьями перед телеком или моником, будете рубиться, как когда-то давным-давно в детстве. В нашем детстве. На старых игровых приставках. В остальном же сложно что-то сказать по геймплею. Обещают некие загадки и головоломки со смертельными и опасными ловушками. Ну, как было в серии про Лару Крофт. Обещают прокачку с открыванием новых перков и свежих шмоток. Обещают какой-никакой открытый мир. Вроде как. Хе-хе-хе. По графону. Ну, он такой рисованный, упрощённый. Почему-то при первом просмотре трейлера вообще напомнил Фортнайт. Хотя, впрочем, сейчас уже как-то не особо напоминает. Ну, да вы сами, впрочем, всё видите. У вас фоном уже, наверное, в сотый раз этот трейлер по экрану прокатился. Системки у игры более чем демократичные. Должна пойти даже на старом бабушкином утюге без лагов. Да в целом-то и непонятно, чему там вообще можно лагать. И опять же ясно, почему и зачем это так сделано. Короче, есть очень большие опасения за эту игру. И скорее всего они сбудутся. В этом случае нас ждёт весьма вторичный проект, паразитирующий на прибыльной франшизе исключительно, чтобы срубить лишнего бабла. Надеемся, что ошибаемся. С другой стороны, разрабы молодцы, что добавили мультиплеер в самых разных видах его проявления. Очевидно, что игра затачивается под кооп. Ведь, как известно, кооператив с друзьями может вытащить из омута даже самые тухлые проекты. Пишите в комменты, что думаете по этому делу. Как относитесь к Джуманджи. На столке, к классическому фильму 95-го года с Робином Уильямсом. Позапрошлогоднему со скалой и этими вот всеми. Пойдёте ли нынче в кино на сиквелы? Что думаете об этой игре? А у нас на сегодня всё. Как обычно, всем спасибо за просмотр и до новых встреч в новых видео. Субтитры подогнал «Симон»!